Всем привет! Всем доброе утро! Мысль снимать влог всегда приходит с фонтаном. Вообще я не хотела сегодня ничего снимать, потому что у меня сегодня первый день пар после майских праздников, и я как бы максимально какая-то не сконцентрированная. Вот, и собственно, обычные влоги начинаю с самого утра снимать, а сегодня не должна была снимать, поэтому сейчас уже время-то 4 часа. Да, я вот такая красоточка. Вас встречаю в сегодняшнем влоге, и в итоге всё-таки у меня появилось очень большое желание снять сегодняшний влог. Мне показалось, что мне нужно вам много всего рассказать, поэтому всех приветствую на своём канале. Если ты ещё не подписан, то подписывайся, чтобы не потерять меня в потоке видосов на ютубе. Вот, и обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропускать ни одно моё новое видео, и ещё подписывайся на мой Телеграм. Ссылочка есть в описании, потому что там я сейчас очень активно с вами общаюсь и много чего интересненького рассказываю. Во-первых, у меня много всего, чего я вам хочу показать. Но в первую очередь я хочу сказать о такой новости, что я уже неделю не крашусь. Ну, как бы крашусь, но ничего особо не мажу на своё лицо. Потому что у меня такое ощущение, не знаю, нормально это или нет, то что моё лицо перестало воспринимать какие-либо средства, кроме крема. То есть у меня скатывается тональная основа, консилер, всё это скатывается, хотя я наношу всё точно так же, как наносила и ранее. Вот, и я подумала, что моей коже нужен просто отдых, и теперь ничего не наношу, кроме крема. Вот, и ещё меня обсыпало прыщами, поэтому я решила, что как бы, да ну нафиг, я и так красиво обязательно всяких тональников, консилеров, и просто буду наносить этот крем. Да, я вам покажу, чем я сейчас пользуюсь в косметике какой, пока вот у меня вот такая вот веселуха с кожей. У меня сегодня уже были две пары. Очень жалко, что всё закончилось, закончились эти майские праздники, мне очень понравились, как они прошли. Я отдохнула, как будто бы летние каникулы. Я сняла, пожалуй, полоцентство, а то я как-то страшненько сняла. И так, чем я сейчас пользуюсь? Первый вот этот крем. Сегодня я буду пользоваться каким-то из этих, в общем, первым вот таким... Каким-то из этих кремов. Первый вот такой вот. У меня мама просто гений. Вот постоянно она покупает какой-либо крем для лица, обычно увлажняющий, и я им один раз пользуюсь и понимаю, что это идеальнейший крем, и забираю его у неё. И вот произошло вот с этим кремом точно так же. Вот с этим и про Невскую косметику я вам очень давно рассказывала, что мне очень нравятся их крема. Это реально не реклама. И те, кто со мной давно знают о том, что я персиковым и морковным обожала пользоваться. Вот, ну а сейчас я просто понимаю, что мама хорош вкусно уходовую косметику, хотя это очень дешёвые крема, но по рублей 50 они стоят. Но они такие классные. И вот этот, и вот этот, я не знаю, они оба у меня заканчиваются. Поэтому каким-то из этих я сегодня буду пользоваться. Наверное, вот этим вот. Фиолетовым. Этот на завтра ставлю. Тут уже прям по разу осталось использовать и в мусорку. И нужно покупать новый. Далее, бальзам, который мне подарил Илья в один и на один. Короче, с вот этой тушью. Фиолетовая, хотела сказать. В каком месте она фиолетовая? Золотая. Вот, и с ним шёл бальзамчик. Уважаем губы. И из косметики, именно декоративной, я нанесу на лицо тушь. Скорее всего, вот эту, которую мне Илья подарил на день рождения. Кстати, кто ещё не видел видос про распаковочку подарков, которые мне подарили, то обязательно смотрите. Тени для бровей. И, естественно, этот гель для бровей. Кстати, я недавно, как недавно, давно уже покупала этот вот от Artvisage и забыла вам сказать моё мнение об этом гель для бровей. За 130 рублей или сколько он там стоит, это просто идеальный гель для бровей. Вот. Закончится, я 100% куплю себе ещё один такой же и буду продолжать им пользоваться. Вот. А тени, которыми я пользуюсь для бровей, это... Стеллари? Нет, не Стеллари. Короче, я не знаю, что это такое. Я вам уже много раз показывала такие тенюшки, но покажу 101, потому что только этими тенями я пользуюсь для бровей. Пользуюсь очень редко, то есть у меня периодами то я крашу брови, то я не крашу брови. И вот только вот этими. Это Tartone 100... F24 шоколадный трюфель. И всё. И сегодня всё косметики, кроме... Ну, сам про пупов, что я ничего не нанесу, кроме вот этого крема. Так что поехали, я накрашусь и вернусь к вам. Вам говорила в видео про мои подарки о том, что я буду докупать что-то. И в следующих влогах буду рассказывать про мои новые покупочки, обновочки, которые я приобрела, как бы, к дню рождения. Вот. И первое, что я вам сегодня покажу, если удастся, то вторую обновочку тоже сегодня мы вместе с вами купим. Но это пока ещё не точно. Вот. И первое, что я решила заказать на Азоне... Вообще, начнём с того, что... Нет, давайте сначала лучше покажу, а потом начнём с того, что... В общем, вот, что я себе заказала на Азоне. И это наушники Apple, типа того. Pro, то есть третья, получается, версия. Так они выглядят сзади. Много будет хейта, скорее всего, в комментариях. То, что я купила палёные, типа, вот. Затем, почему... Но я человек, который не особо любит слушать музыку. Я их приобрела для того, чтобы как раз-таки понять, что такое наушники. Проводными я пользовалась до этих наушников раз в полгода, раз в два месяца, раз в три месяца. То есть очень-очень редко. Я пользовалась только тогда, когда мы ездим куда-то в долгие поездки, там, на дачу, ещё куда-то. Ну, в общем, очень-очень редко я пользуюсь наушниками. И как раз-таки есть возможность, чтобы купить их. Была, ну, и есть. Вот. И я решила, что я хочу попробовать купить такие. Они стоили 500 рублей. И я просто их купила для того, чтобы понять, если мне понравятся они, то в будущем как-нибудь я себе куплю оригинальные. Но и к тому же сейчас за 23 тысячи вот точно такие же покупать. Я что, совсем тут? Нет, конечно. И поэтому я решила, что возьму палёные за 500 рублей. За 500 рублей это суперские наушники. Вообще просто бомба. Я купила на них чехол. Возле дома нашего есть, короче, магазинчик, где продаются чехлы там всякие. Для телефонов, для вот наушников. Также там точно такие же палёные наушники продаются. Только дороже, естественно, чем я купила в два раза. Хотя точно такие же. И вот. Я не хотела заказывать с Wildberries чехол и купила вот возле дома. Этот чехол, вот так он выглядит, он под цвет моего чехла. Я захотела, чтобы было всё в одном цвете, ну почти в одном. Он стоил 160 рублей. В половину того, сколько стоят наушники. Ну то есть вообще как-то неправильно получается. Но я очень довольна своей покупочкой. И вот я уже целый день сегодня пользуюсь этими наушниками, потому что мне интересно, сколько они будут работать по времени. И давайте посмотрим, сколько сейчас процентов на них. Короче, вот. 100% заряда наушников и 100% заряда кейса. А время на минуточку уже 5 часов. И сегодня целый день я в них. Поэтому это круто. За 500 рублей это просто пушка. Типа вот они так гора тут. Давай встанем. Вот такие вот малютки. Ну они реально похожи на оригинальные, чем-то есть. Ну типа если те люди, которые не разбираются, как я, например, для меня, они вообще очень даже похожи. Вот. Siri, зачем мне нужны Siri? Ещё в них, кстати говоря, работает сенсор. То есть один раз тыкаешь, это пауза. Два раза там громкость прибавляет, по-моему. Три раза перематывает или что-то такое, короче. Но один раз я точно знаю, что это пауза. Мне задолбала эта фигня. Я на паузу случайно нажимаю, когда поправляю наушники. Началась учёба. И это меня не радует. Потому что совсем-совсем скоро начнётся уже сессия. Первые зачёты, первые экзамены. И как бы да, круто, уже скоро лето. Но это нужно сейчас так напрячься, чтобы получить по максимуму автоматы, а не сдавать. Но пока что вроде бы у меня всё хорошо. Но на майские праздники нам сдавали преподаватели много работ, которые мы должны были сделать. И я как бы сделала не всё. А уже майские праздники закончились. Просто я не могу никак сесть и начать это делать. Не то, что начать, быстренько. Там ничего особого делать не надо. Просто я не могу сесть и разобраться в том, что мне нужно сделать, и сделать. Это почему-то сложно. Именно сесть. Начать это делать. Вот так. И сегодня я планирую вечером или завтра вечером уже доделать все работы и не париться, спать спокойно и не думать каждую ночь о том, что мне нужно сделать. Просто сесть и разобраться. И самый-самый большой плюс, который, я думаю, будет в этих наушниках, это то, что я смогу спокойно в них ходить зимой. То есть мне не придётся проделывать махинации с помощью вот этих проводов. Там, как обычно я делала, в карман от штанов я клала телефон, проводила шнурок вот этот, ну, наушники проводные через кофту, в ухо, потом шарфом. И они постоянно выпадали, нужно было их ловить, где-то там искать. Вот. А здесь такого не будет. Просто берёшь, достаёшь, так вот, засовываешь. И всё, кайф. И ещё я вам уже показывала вот эти кофточки как раз-таки в видосе про мои подарки на день рождения. И знаете, мне так сильно нравятся эти кофты, они такие удобные, комфортные, что я бы носила их просто каждый день. Ну и хорошо, что я купила их двух разных цветов, и я их чередую как бы, но я понимаю, что если были бы ещё цвета, то я бы просто купила всю линейку этих свитеров. Что вообще капец. Почему не было ещё зихаки вот этот цвет, какой-нибудь жёлтый, оранжевый, я бы взяла все. Блин, очень жалко. Но я прям влюбилась. Это самая любимая кофта, самая удобная и комфортная. Всё, выходим, и я уже. Подъезжает. Очень-очень красивая погода. Идёт мелкий-мелкий дождик. И очень-очень грязно. Когда уже будет солнышко? Не знаю, я вроде бы хочу, чтобы было тепло, но в тот же время не особо. О, а вот и Лёша. Потому что я не люблю сильную жару, мне обычно становится плохо. О, а вот и Лёша. Ой, блин, походу колесо прогололи. И ржёт. Только в камеру. Да ну не, просто ямку попали. Едем домой. С бассейна. Там всё, нет бассейна, разрешили прыгать. Вот это да, что ты прыгал? Да. Как-то даже непривычно снимать. Типа, нужно находить ракурсы в машине. Чтобы было сдвое пик. Чё, ты прям плавал? Я один раз остался заходить. И всё. Причём, на следующий четверг, последний раз. Среда. Среда. Среда-среда. Ну всё супер. И автомат, правильно? Да. А у нас физкультура проходит сезонно. Рефераты мы пишем, отправляем нашему физруку. Вот. Правда, я не помню, когда я последний раз отправляла реферат. Вот опять. Я как бы знаю, что мне нужно это сделать. Это просто скопировать и вставить. Но почему-то это так сложно сесть и сделать. И забывается. Хотя в этом видео сложного нету. Ничего не чувствуешь? Ничего. Я специально дергаю машину. Ты сидишь, молчишь. Не знаю. Побесить хотела, а ты чё? Мне так удобно. Я нашла точку соприкосновения камеры, машины и меня. Всё. Теперь вот так снимать. Ну, въезаем. Ты представляешь? Ну, теперь я это чувствую, теперь ты когда сказал. Представляешь, мы раньше... Сейчас бы, если бы не было машины, мы бы... Опять так делаешь? Мы бы пошли пешком, под дождём, сели бы на маршрутку, но прежде дошли бы пешком, под дождём. Да ничего, мы бы пошли... Вот какое место хорошее. Чё мы бы пошли? На тройку бы сели. А вон Артемон. Где? Вон, сейчас сам укрытый. Тёма! Ты спереди нас ехал? Я тебя видела, походу. Ну, от школы. Нет? Значит, это полнёжно, особенно сквозно. Под видео с подарками вы просили показать в следующем видосе, но получилось не в следующем, а в следующем. Как выглядит эта вот кофта со скини-джинсами. Вот. Оценится. Не знаю, мне очень нравится, это максимально удобно. И этот лук сейчас топ-1 занимает в моей голове, в моей жизни, потому что мне очень нравится, насколько он удобный и насколько просто приятно в днём ходить. За мной приехал Илья, он уже стоит возле моего дома. Вот. Я сейчас уже обуваюсь и выхожу. Он после института ещё дома не был, сразу заехал за мной. Время уже полдевятого. Я что-то совсем призабыла, то, что я снимаю сегодня влог. Вот. И что могу рассказать? Мы уже были в центре города. Купили... Ой, всё, бочка. Испугалась. Были в центре города, купили колодки для машины Тёмы. Тём вообще... В гараже. Он должен быть уже ехать. Ты что, думаешь, так быстро собрать колесо? Да. Ой, как-то мы близко. Точнее, я близко. Чё, тебе опять хейтить было? За что? Мы вышли, мы дома. Мы вышли, мы дома. Да неправда. Я в этом влоге много всего рассказала. И в том. Просто бывают иногда такие дни, когда, ну, нечего снимать. Так получается, что я ничего не снимаю. Ну, а что снимать? То, что мы пришли и легли спать, поставить камеру и снимать, как мы спим? Или что? Вот. Мы идём сейчас в магазинчик. Потом должны будем поставить руль Артёму. Я, конечно, вот как раз не могу снять, как мы будем снимать руль Артёму, менять его. Но я не знаю, насколько это будет вам интересно. Но я вам покажу, какой новый и какой был старый. Старый был от четырки, вот. А новый будет от чего? Типа от приора. От приора вторую, да? Да. У меня почти. Да. Топ-чёрный. Да. Вот. Но я вам тоже это покажу. Это интересная информация. В общем, обновочка. Летишь. Своёобразный шоппинг. Шоппинг. Автошоппинг. Второй раз за день мы идём в гаражи. Это наш этот... Чил на сегодня. Короче. Хочу вам рассказать историю. В телеграме я уже рассказала. Ставлю вам сейчас... Видео с экрана. Это, в общем, лось. Вкратце лось. Я в телеграме говорила, что это олень. На самом деле, это лось. Но прикол в том... Блин, собак полно. Какой не замер. Ровно лежёт вообще. Да. Завидно было или нет. Вокруг полно собак, блин. Ча говорила. Лось. Лось. В телеграме я сказала, что это олень. На самом деле, это лось. В общем, это лось. Прикол в том, что там, где он пробежал, находится мой колледж справа. То есть, он пробегал мой колледж. И как-то я шла с колледжа тоже домой. То есть, недалеко от колледжа находится мой дом. Иду. И на меня бежит огромная лошадь. Здоровая. И рядом с ней пони. Маленькая. Мы с женщиной... Женщина была с собакой. Увидели вот эту ситуацию. Потому что на нас бежит лошадь и пони. Несется. Мы спрятались за машину. То есть, там вот просто... Кто мы-то? С женщиной и собакой. Ты говоришь, что на меня бежит. А потом мы и прячемся. Ну, мы с женщиной. И собакой ее ручной. И спрятались за машиной. Они стояли вот так вот. То есть, мы зашли и прыстели, в общем. Эта лошадь пронеслась. Копытом чуть ли не убила пони. Вот. Ты чё там? А вам она колесо подходит. Ну, шо ж теперь. Она на такой гвоздь сейчас наехала. Ну и вот. Как ты смотри, у нее зеркала боковые. Обычные. Агроменные. Вот. И позавчера или вчера в этом же месте, почти в этом же месте, бежал лось. Я не знаю. У них там намазано в той стороне. То есть, лошадь Японии тоже сбегала на ту же дорогу, где бежал лось. Потому что там негде больше. И вот непонятно, куда они туда бегут, что у них там. Непонятная ситуация. Вот. Болит. И вот, короче, историю рассказываю. Теперь я. Я сегодня доставал подушки из дивана. А у меня, чтобы подушки достать, получается, сам диван. И снизу маленький, как сказать, выдвижной ящик. Ящик выдвигаешь, поднимаешь, достаешь подушки. Потом опять закрываешь ящичек и сдвигаешь его обратно. Чтобы вы понимаете, вот так толкаешь и под силой тяжести своей он катится вниз. Не вниз, а обратно. В диван выдвигается. Вот. Блин, капец тяжело идти в эту гору. Угу. Покажи её, блин. Какая аккаунда. Но это не сравнится с горой, которая вишнёвая. Да, ну так вот. И мы, получается, идём. Это идём, блин. Снафь дома сидим. Я достаю эти подушки. Всё, достал. Толкаю её. И пальцы большие. Точнее, одной руки. Забираю. Забываю убрать. Здрасте. Здрасте. Вот, забываю убрать. И как итог, у меня очень сильно болит палец. Вряд ли я его сломал. Просто прижал. Но, возможно, трещина, да. Или просто сильно прижал. Он чуть красноватый и нога чуть синеватый. Вот. И мы что-то с Настей идём. И она, как назло, берёт меня и вот так. Ха-ха-ха-ха. Ай, болит. За этот палец. А он мне и так болит. Я её чуть не прибил, в общем. Просто всегда, когда такие ситуации случаются, как-то забываешь про то, что там куда-то треснулся кто-то. Просто забывается, как будто ничего и нет. Я не специально это сделала. Я сделала это случайно. И причём так всегда, когда у меня тоже что-то болит, я тоже нажимаю на место, которое болит. Вот как будто бы специально. Человек знает об этом, всё равно это делает. Нет, ты специально взялась. Так на, получай. Да, конечно. Специально. Но раз на то пошло, я вам тоже что-то скажу историю. Нет. Да, что такого? Всё, 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 ну всё. Какой у меня, подожди. Протортик. Протортик. Какой? Слушай, короче, мы лежим. Это всё брехня, такого не было. Да, конечно. Мы лежим, спим. Илья просыпается такой. Настя, Настя, тебя дядя Саша звал тортик есть. Я такая вообще в недопонимании, какой тортик. Вот. В итоге никакого тортика нет. Ему почутилось, приснилось. Вот. Интересная ситуация. И он, чтобы вы понимали, говорил это на полном серьёзе. Он был уверен, что какой-то тортик есть, который меня звал, есть дядя Саша. Дядя Саша, это папа Ильи. Я вышла, да, уже уточнила, потому что, ну, мало ли, я спала, не слышала. Но действительно, никого тортика не было. Да многие люди разговаривают во сне. Или там с полу сонью просто какую-то хрень несут. Ну, а вот это да. Я думаю, половина твоих подписчиков такая фигня. Ну, у меня тоже есть такое. Это странно, свет засыпает странно. Расскажи, как я засыпаю. Он засыпает, засыпает. Я ещё не заснула, он уже засыпает. Он очень быстро засыпает. Мне хватает, наверное, минуты, чтобы отрубить. Да, и он начинает дёргаться. Как будто я не знаю что. То есть я сплю, а? Холодец. Да, я сплю, никому не мешаю, засыпаю уже, в сон вхожу. И он начинает вот. Давай, давай вот так. Вот так. И он меня может ударить там случайно. Вот так рукой меня бабахнуть. Ну, то есть всё очень странно. А ещё очень красиво, да. Ой, ты можешь прям идём, идём сюда. Смотрите, какая красота. Блин, в жизни это вообще по-другому выглядит. Думаю, что издалеке не видно. Да, и так не делается. А вот там, вот, вот там, вот, примерно, на фокус, на пальц можно? Ну, подальше. Короче, вот там. Это самая дальняя часть, самая дальняя часть нашего города. Она называется Юбилейный. Да. Очень красивый закат, вообще. Он такой розовый, вон там. Класс. Мы почти пришли. И шламчик горел, уже не горит. Ой, этот карточек. Вот, такой руль был, да? Давай. Подожди, не, отрывай ничего, пусть как-то так. Вот такой вот Тёмик был, недовольный. Зум, сделай назад. Всё, будешь снимать, нет? А что они сделали в гараже? Что вы сделали в гараже? Расскажите. А вот, поменяли передние. Зай. Номают машину. Свою. Вот это лучше снимать. А, да. Движение не делает. Зай, выключи музыку. Я тоже хочу побаловаться. Не надо. Не надо. Да не делай. Смотрите, какой он теперь. Иди, делай так. Теперь красивый. Иди, делай так. Спасибо. Поехали.